Россиянам спишут старые долги. Закон о налоговой амнистии, подписанный Владимиром Путиным, вступит в силу через два месяца. Оплата труда чиновников должна напрямую зависеть от производительности труда. Александр Цибульский поручил внедрить проектный подход в управление в ближайшие две недели. Первые шаги в год оленеводства. Администрация НАО подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией САВЭЙ. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Россиянам простят долги по имущественным и транспортным налогам. Соответствующий закон о налоговой амнистии в конце 2017 года подписал глава государства Владимир Путин. По оценкам депутатов Госдумы списать могут до 150 миллиардов рублей. Напомню, закон был опубликован 29 декабря. В силу он вступит через два месяца. Стоит отметить, что списание Федеральная налоговая служба произведет сама без обращения налогоплательщика и предоставления им каких-либо справок на основании собственных данных и базы Пенсионного фонда России. Согласно закону будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также по закону признаются безнадежными долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС. Кроме того, индивидуальными предпринимателям простят долги по страховым взносам и по пеням по состоянию на 1 января 2017 года. Закон был принят Госдумой и одобрен в Совете Федерации. Оплата труда чиновников должна напрямую зависеть от производительности труда. Работаешь хорошо – получай больше. Работаешь плохо – получи минимум, гарантированный законом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский, обращаясь к своим заместителям. Новый подход в формировании оплаты труда глава региона поручил напрямую связать с проектным подходом в управлении. Качество его реализации сегодня Александр Цибульский назвал неудовлетворительным и поручил перестроить систему в течение двух недель. После внедрения проектного дохода в управление зарплата чиновников будет напрямую зависеть от достигнутых результатов труда. Органы власти округа должны внедрить проектное управление в должном виде, уйдя от неэффективной, оттягивающей ресурсы и не приносящей ощутимых результатов работы. На выполнение поручения глава региона дал своим заместителям несколько недель. Не может быть одинаковой оплаты труда у всех, независимо от того, кто как работает. Значит, оплата труда в первую очередь должна быть связана с выполнением показателей эффективности по проектам, которые реализует каждый орган исполнительной власти. Я, естественно, делаю исключение для обеспечивающих подразделений, не вкладывая негативного контекста в это определение. Я имею в виду кадровую службу, я имею в виду бухгалтерию, которая, понятно, для них результатом деятельности является правильно организованный процесс. И здесь, понятно, у них это является основным показателем эффективности. Все остальные должны стимулироваться через реализацию проекта. У нас сегодня происходит выполнено, невыполнено, введены объекты в срок, невведены. Мы все равно всем выплачиваем зарплату. Каждый ходит и знает, что свою зарплату он получает. Так и быть не должно. Мы должны отвечать, кто работает хорошо, должен получать больше. Кто работает плохо, должен получать тот минимум, который ему определен законным. И у нас должны быть, не у меня, а у вас в первую очередь, должны быть инструменты стимулировать своих сотрудников. Иначе у вас просто не будет повышения производительности труда и качества этого труда, если все будут получать независимо от предкладываемых усилий, одинаковые поощрения. Таким образом, оплата труда чиновников напрямую свяжет с проектным подходом в управлении. После его внедрения зарплата госслужащих будет, опять же, напрямую зависеть от достигнутых результатов труда. Александр Цибульский подчеркнул, проектное управление – это система, которая уже доказала свою эффективность. Она обозначена одним из приоритетов управленческой практики президентом Владимиром Путиным и успешно применяется на федеральном уровне. Качественная перенастройка этой работы в округе, по словам Александра Цибульского, потребует как изменения подходов чиновников к своей работе, так и к ее организации. Проекты с названием «Улучшение эффективности оказания социальных и каких-то услуг» – на мой взгляд, это не может быть проектом. Проект – это что-то, что имеет свое начало, имеет свое завершение, и к завершению имеет конкретный результат, который был целью этого проекта. Нам надо переформатировать этот вопрос. Проектная деятельность должна стать основой деятельности нашей администрации. Значит, коллеги, я понимаю, что перестраиваться на новую форму работы сложно и не нравится. Но мы это будем делать. Я бы либо перестраиваете себя, и мы идем дальше вместе, либо вы не тянете нас назад. Так, как было – не будет. Будет по-новому. И по-новому мы будем делать это через проектный метод. Примеры неудовлетворительной работы своих заместителей в реализации проектов глава региона привел тут же. Обращаясь к Илье Иванкину, Александр Цибульский поинтересовался, когда произойдет открытие нового теннисного корта. Мы сделали прекрасный теннисный корт. Действительно, очень хороший. Что у нас с открытием этой спортивной площадки? У нас все готово для открытия. Ждем вас. Нет, значит, как время. У вас не готово. Мы не можем открыть корт, не обеспечив туда доступ к занятиям детей. Мы для себя корт открывать не будем. Я, как и сейчас, имею возможность туда пройти, если надо, поиграть в теннис. Но мне надо, чтобы мы открыли его не для себя и исключительно для коммерческого использования, а для того, чтобы мы могли там начать запустить секцию. Чтобы дети могли на этом прекрасно, а я подчеркиваю, действительно сделано мирового уровня покрытие корта. Я много в чем не разбираюсь, но в этом разбираюсь. И нам надо, чтобы наши дети могли начать заниматься теннисом и, возможно, мы вырастим в новых средствах. Я хочу понять, когда мы решим вопрос. В пятницу я вам доложу. Нет. В пятницу. А зачем вам так много времени? Почему тогда в пятницу надо? Ну, с запасом немножко. И еще один вопрос к заместителю, курирующему сферу образования, касался открытия школы в Тельвиске. У нас был очень неплохой план в начале этого учебного года запустить школу в Тельвиске. Почему он срывается? Основное замечание заключается в том, что очистные сооружения установлены в санитарной зоне данной школы. Так. Как это произошло? Олег Евгеньевич, может, Вы прокомментируете? По нашим сведениям, при таком изливе очищенной воды, как организовано в этой школе, то есть не на поверхность воды, а в грунт, они в норме, то есть в допустимых границах. Если это не так, то мы сделаем расчет необходимой охранной зоны. Мы по нескольким объектам уже это делали, и при таком небольшом количестве стоков охранную зону реально сократить, то есть ничего не передвигаясь. Викторович, в пятницу доложите мне положительное решение этого вопроса. Если это потребует, не дай Бог, переноса очистных сооружений, то тогда я хочу знать ответственную, кто виноват в этих дополнительных затратах окружного бюджета, потому что это безобразие. Либо это должна быть объективная причина, что были другие нормы санитарно-эпидемиологические, когда начиналась стройка, и тогда этот вопрос, с которым можно выходить и в федерацию, и просить в таком случае принимать другие решения. Либо, если это ошибка конкретных людей, то я хочу этих людей знать по фамилии и имя отчества. Предстоящую пятницу Александр Цибульский назвал судным днём для своих подчинённых. На выполнение поручений главы региона осталось совсем немного времени. Ирина Цепетова, Леонид Шишлов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Администрация округа окажет финансовую, имущественную и информационную поддержку Ассоциации ненецкого народа ИСАВЭЙ. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский. Подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве состоялось сегодня во Дворце культуры Арктика. 2018 год в Ненецком округе объявлен годом оленеводства. Символично, что начался он с подписания важного для ненецкого народа документа «Соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и Ассоциацией ИСАВЭЙ», отметил глава региона Александр Цибульский. В его рамках администрация региона будет оказывать ИСАВЭЮ различные виды поддержки, в том числе и финансовую. Оленеводство является традиционным видом хозяйственной деятельности коренного населения нашего округа. Кроме того, вы знаете мое личное отношение. Я считаю, что оленеводство – это та отрасль экономики, которую еще можно активно развивать и которая может давать намного больший эффект и людям, которые занимаются, и бюджету округа. И я хочу, чтобы подписанием этого соглашения мы не просто сегодня торжественно подписали бумажку и сказали всем людям о том, что мы дальше предполагаем сотрудничать, чтобы это действительно стало основой нашего практического взаимодействия. Глава округа отметил, что Ассоциация ИСАВЭЙ может выступать законодательными инициативами и попросил чаще пользоваться этим правом. Ассоциация ИСАВЭЙ уже почти три десятка лет стоит на защите прав оленеводов и чумработниц. Занимается укреплением связей между ненцами из соседних регионов, а также популяризацией родного языка среди молодежи. В этом соглашении особое внимание уделить оленеводческим семьям. Также нужно, наверное, понимать, что у нас утрачивается язык, поэтому и здесь тоже нужно продумать какие-то, может быть, такие яркие, хорошие проекты, которые могли бы решить, может быть, не на все 100%, но хотя бы на половину решить вот эту проблему у нас. План мероприятий на ближайшее время еще формируется. Обе стороны соглашения уверены – этот год в округе станет знаковым для ненецкого народа. Александра Литкова, Антон Водоряков, Телеканал «Север». Смотрите далее в нашем выпуске. Заполни анкету и положи в конверт. В Наринмаре открыты точки сбора народных инициатив по благоустройству окружной столицы. В Наринмаре объявлен старт народному голосованию по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. Напомню, голосование проводится в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Унести свою лепту в облик родного города может каждый житель заполярной столицы от 14 лет. Подробнее расскажет Любовь Пермякова. Уже на следующий год в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в Наринмаре появится еще одна благоустроенная общественная территория. Что это будет зона отдыха, парк, скверк или улица – решать самим жителям. Главное – не полениться и заполнить вот такой бланк, который вы можете найти на информационных стендах. Их установили сразу в нескольких общественных местах города. Информационные стенды расположены в спортивной школе труд, в магазинах «Горпо», торговом центре, дворце «Спорта Норд», в здании городской администрации и дворце «Культуры Арктика». Предложения будут приниматься в течение 30 дней до 9 февраля. После все пожелания граждан будут обработаны. Перечень территорий претендентов на дальнейшее благоустройство опубликуют в средствах массовой информации. После этого будут разработаны дизайн-проекты этих территорий. Это может быть и один проект, может и два, может и три. Смотря то, как у нас активно подключится народ, это уже будут визуальные картинки цветные, на которых люди смогут посмотреть и представить себе, как будет выглядеть эта территория после благоустройства. И потом начнется процесс уже обсуждения непосредственный. И итогом всей этой работы будет голосование людей за каждую территорию. И та территория, которая в рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество баллов, и будет благоустроена первой. Стоит отметить, что в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в прошлом году был установлен памятник труженикам старейшего в регионе предприятия Печорского лесозавода. Благоустроен прилегающий к нему сквер. Также преобразилась дворовая территория по улице 60 лет Октября. Была установлена детская игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Напомню, приоритетный проект формирования комфортной городской среды инициирован партией «Единая Россия» и поддержан президентом Владимиром Путиным. Реализуется с 2017 года. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Более 30 тысяч квадратных метров жилья сдал Ненецкий округ в 2017 году. По данным Департамента строительства ЖКХ «Анергетика и транспорта», наш регион увеличил объемы строительства жилья в прошлом году в сравнении с предыдущим годом на 8%. Так, в минувшем году совокупная площадь всех сданных жилых помещений составила 30 тысяч квадратных метров. В 2016 году этот показатель составлял 27,5 тысяч. Для жителей Ненецкого округа за счет государственных программ на территории региона в 2017 году построено 11 тысяч квадратных метров жилья. На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 12,5 тысяч квадратных метров. Еще 6,5 тысяч квадратных метров жилья построено за счет внебюджетных источников, в том числе и в рамках окружной программы по 5-процентной, а затем и по 1-процентной ипотеке. Как показала статистика, льготная ипотека значительно увеличила коммерческую долю строительства в НАО. В целом в 2017 году в регионе было построено 15 многоквартирных домов. Это 254 новые квартиры для жителей округа. В Наринмаре сданы объекты по улицам Пионерская, Тыковылка, Полярная. Три дома в Тиманском сельсовете, шесть в поселке Красное, один в деревне Куя. Еще по одному 12-квартирному дому в селах Ома и Тельвиска. На 2018 год в числе ключевых объектов жилищного строительства профильный департамент отмечает 10-секционный дом по улице Авиаторов, который планируется к сдаче в конце года. Это 14 тысяч квадратных метров жилья. И два дома по улице Поморская в поселке Искателей. Это почти 2,5 тысячи квадратных метров. В Наринмаре пройдет традиционный бал «Маскарад на льду». Ежегодный костюмированный праздник пройдет в канун Старого Нового года, 13 января. Стать участником бала, как и прежде, может любой желающий. Единственное условие – это наличие маскарадного костюма. Планируется, что бал «Маскарад» пройдет на открытой ледовой арене «Дюцлидер». Здесь же гости смогут бесплатно взять на прокат коньки, согреться горячим чаем и кофе, приобрести кондитерские изделия. Новогодний бал «Маскарад» начнется в 16.00. В случае неблагоприятных погодных условий бал «Маскарад» пройдет на закрытой арене в труде. Сотрудники Дворца культуры Арктика подготовили для гостей костюмированного праздника насыщенную программу. Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова